МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевизия Чувашии информационная программа «Республика». В студии Елизавета Хмелёва. Главное сегодня. Пока не обрушился потолок, когда в Чувашии не останется ветхого жилья. Главнее всего погода в доме. Жители Чувашии спрашивали, когда потеплеет в домах. Большая победа маленького чебоксарца. Поспитанник одного из детских садов города выиграл всероссийский пластилиновый конкурс. Последствия серьезной аварии, которая произошла на въезде в Чебоксары, сегодня обсуждает весь город. ДТП случилось вчера днем при вполне благоприятных условиях. На дороге западный подъезд к Чебоксарам, недалеко от санатория «Чайка». На большой скорости столкнулись два легковых автомобиля. Дорожное транспортное происшествие произошло по вине предварительного водителя автомашины «Тойота», регистрационными знаками 3В-900 номер с автомашиной, которая ехала в встречное направление к ее рью. По всем участникам дорожного транспортного происшествия, при прибытии скорой помощи, все они доставлены на лечебное утверждение. В основном идут сочетанные травмы, которые получили телесные повреждения. Есть, конечно, и переломы. Всего в результате этой аварии пострадали 5 человек. Оба водителя и 3 пассажира, среди которых и 9-месячный ребенок. В управлении отмечают, что маленький пассажир был пристегнут и находился в кресле. Это и спасло ему жизнь. Результаты медицинского освидетельствования на состоянии опьянения участников аварии будут известны через месяц. В этот же день произошло еще одно ДТП с участием детей, но уже в Канажском районе. Дорожное транспортное происшествие произошло на территории Канажского района, где пострадало 7 человек, из них тоже дети участвовали. Поэтому мы видим в этих случаях, опять же, человеческий фактор. То есть водители сами нарушают правила дорожного движения, превышают скорость, выезжают на полустречные движения или также управляют без водительского среднего. В ГИБДД еще раз настойчиво рекомендуют водителям и пешеходам быть предельно внимательными на дорогах. Дорожное транспортное происшествие совершается в особенно темное время суток. Это и наезды на пешеходах, и самих пешеходов в неустановленных местах, в связи с тем, что их не видно. Я обращаюсь ко всем участкам дорожного движения быть внимательными и бдительными на данных участках. А также обращаюсь, кто ездит сегодня дальние дороги, кто выезжает за пределы города, особенно в темное время суток, в связи с тем, что и обочина бывает грязная, не превышает установленную скорость и соблюдает все правила дорожного движения. Галина Титарчук, Евгений Анисимов, Республика. В ГИБДД нам также сообщили, что за прошедшие сутки на территории Республики произошло 6 ДТП, в которых 18 человек получили различные травмы. Задержаны 20 водителей в состоянии алкогольного опьянения. 27 сентября глава Республики принял участие в пленарном заседании форума «Экономическое развитие и качество жизни. Вызовы и перспективы». Оно прошло в Сочи. Председатель правительства России Дмитрий Медведьев, выступивший с основным докладом, отметил, что отечественную экономику ждут не самые лучшие времена. Поэтому необходимо уделить особое внимание повышению квалификации и переобучению высвобождающейся рабочей силы, развитию моногородов. Нужно эффективно реализовывать намеченные планы и успешно выйти из нынешней непростой ситуации, подытожил председатель правительства. В понедельник в Чебоксарах пройдет заседание Совета округа, которое проведет полномочный представитель президента России в ПФО Михаил Бабич. Совещание посвящено реализации программ расселения граждан из ветхого и аварийного жилья. О том, как работает эта программа в Чувашии, накануне совещания узнавала наша съемочная группа. С подробностями Дмитрий Ковалев. Покрашенные в светлые тона стены скрывают от глаз прохожих картины жилищно-коммунальной разрухи. Ремонт в этих бараках не проводился давно. Старые здания доживают свой век. Крыша прохудилась, обветшали коммуникации, сгнила проводка. Это не журналистские штампы. Специалисты признали дом аварийным. Снесут постройку в ближайшее время, а все его жильцы переселятся в новые квартиры. Об удобствах на улице и вечно протекающей кровли семье Олейниковых теперь остается только вспоминать. Недавно, простояв 4 года в очереди, они сыграли новоселье. Там очень было уже опасно жить. Дом разваливался на глазах, трещины были по 10 сантиметров. И как бы уже это даже угроза жизни проживающим. Тем более у всех очень много, как бы маленькие дети есть. Там все продувало. Дом находился уже в критическом состоянии. Мы переехали в очень хорошие условия, очень довольны всем квартирой, районом. Все познается в сравнении. Если сейчас вода льется из крана, то раньше за ней приходилось выходить на улицу. Наступление холодов семья теперь тоже не боится. Бараки зимой даже в квартире люди не снимали верхнюю одежду. Из-за трещин в стенах в комнатах гулял ветер. Вместе с семьей Олейниковых в эту новостройку переехали все жители аварийного дома. Люди, которые раньше проживали в старом бараке, о таких условиях могли только и мечтать. Неподалеку просторная парковка для машин, а главное детская площадка. За шесть лет в Чувашии из бараков новостройки переехало более пяти тысяч человек. В Яльчиках и Новочебоксарске аварийных домов не осталось вовсе. Но ветхого жилья в республике еще много. Сейчас в очередях стоят более 12 тысяч человек. Программу по их расселению власти региона планируют продлить еще на два года. На сегодняшний день еще порядка 82 аварийных жилых квартирных домов присутствуют на территории Чувашской республики. В связи с этим разработана программа с 2013 по 2015 год. Сейчас она корректируется с учетом до 2017 года, чтобы до 2017 года все эти проблемы снять в республике. Выполним. Здесь сомнений нет в части того, что денежные средства предусмотрены как в федеральном бюджете, так и в республиканском бюджете. Властям муниципалитетов теперь дано право выбирать. Либо квартиры приобретаются в уже построенном доме, либо жилое здание строится по заказу администрации. Правда, в любом случае придется компенсировать разницу. Семье должны выделить бесплатно минимум 28 квадратных метров. Бюджет дотационный. Это определенные трудности составляет по нахождению средств на эту разницу. Но бюджеты закладывают в полном объеме, чтобы возместить эту разницу. Потому что по-другому быть не может. Мы должны представить именно по тем социальным нормам всем этим семьям эти квартиры. Причем благоустроенные. Необходимые средства уже заложены в бюджеты всех уровней. Только в этом году на реализацию программы будет направлено более 1 миллиарда рублей. Новоселья в Чувашии должны сыграть полторы тысячи семей. Медель Ковалев, Николай Яковлев и Евгений Анисимов. Республика. По итогам заседания Совета будет принят пакет предложений для рассмотрения на федеральном уровне. Регионам необходимо обеспечить своевременную и эффективную реализацию адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. В понедельник же Михаил Бабич и министр внутренних дел России Владимир Колокольцев в закрытом режиме проведут совещание по предупреждению межнациональных конфликтов и обеспечению правопорядка в местах компактного размещения национальных анклавов. Как оградить молодежь от наркотиков и как вернуть к полноценной жизни тех, кто страдает этой зависимостью? В Думе правительства прошло заседание антинаркотической комиссии, на котором обсудили вопросы тестирования школьников и студентов вузов. В этом году выявлено 378 подростков, которые употребляли наркотические средства. По словам заместителя министра образования Светланы Петровой, это больше, чем в прошлом году. Одной из мер борьбы с распространением наркотиков среди школьников и студентов ведомстве считают тестирование. В прошлом году мы провели более 4000 педагогическое тестирование. На основании наших данных уже министра в соцразвитии провел медицинское тестирование среди 3022 обучающихся учреждения профессионального образования. Охватили в целом 7% от общего числа студентов, обучающихся в дневной форме, выявлено 3 потребителя наркотических средств. Еще одна группа риска, отбывающая наказание лиц, освободившиеся из мест лишения свободы. Как показывает практика, это наиболее проблемная категория лиц. Тут и употребление, и распространение, и изготовление наркотических средств. Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Чувашской республике вынуждено констатировать. Ситуация сложная. Управление не снижает сострота проблем потребления наркотиков и попыток приобретения наркотиков в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний. В исправительных учреждениях и следственных изоляторах республики на 10 сентября 2013 года содержится 7 739 осужденных и подследственных, из них 1395 за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. На заседании комиссии также обсудили ситуацию с проникновением в Россию наркотиков. Сотрудник Государственного антинаркотического комитета Андрей Побережнюк рассказал, что сейчас открыты границы с Казахстаном, и оттуда может склонить поток афганского героина. Важная задача для наркополицейских – остановить этот трафик. У нас границы с Казахстаном практически открыты. Все оборудование и контрольно-пропускные пункты не работают. Виктор Петрович вышел с предложением к границной службе. Усиление контроля, связанное с пропуском иностранных граждан на Российскую Федерацию, оснащение техническими и иными средствами контрольно-пропускных пунктов с целью, еще раз повторюсь, недопущения ввоза афганского героина на территорию Российской Федерации. Он предложил въезжать иностранным гражданам среднеазиатского региона только по заграничным по паспортам. Татьяна Молокова, Олеся Русакова, Евгений Анисимов, Республика. 30 сентября – день специальных моторизированных воинских частей. Сегодня в воинской части прошло торжественное построение. Поздравить сотрудников приехал министр внутренних дел Чувашской Республики, генерал-майор полиции Сергей Семенов. Основной задачей этих воинских формирований является охрана порядка и общественной безопасности в городах совместно с органами внутренних дел. Также они принимают участие в мероприятиях антитеррористической направленности. Специальные моторизированные воинские части были созданы в 1966 году. В пятницу сотрудников специализированной моторизированной воинской части поздравил министр внутренних дел генерал-майор Сергей Семенов. И сегодня мы констатируем, что бойцы и командиры батальона внутренних войск с дислокацией в городе Чебоксары с достоинством и честью выполняют возложенные на них задачи. Отличившимся по службе были вручены республиканские награды. Сегодня в России отмечается День машиностроителя. Машиностроение – одна из главных отраслей промышленного производства, которая влияет на развитие других сфер хозяйственной деятельности. Машиностроение отражает уровень научно-технического состояния и обороноспособности государства. В развитых странах на долю машиностроения приходится 25-35% ВВП. Сегодня машиностроители Чуваши поздравляли в ДК Хузангая. На предприятиях машиностроительного комплекса республики работают более 40 тысяч человек. Неблагоприятные экономические условия 2013 года повлияли на индекс производства. Между тем, промтрактор, промлит, элара, промтрактор-вагон, агрегатный завод ЭКРА, электроаппаратный, Чувашкабель, ВНИИР и другие предприятия превысили миллиардный рубеж объема отгруженной продукции. Среднемесячная заработная плата в машиностроении составила почти 26 тысяч рублей. Припольно сработали 70% предприятий отрасли. В первом полугодии 2013 года на предприятия машиностроительного комплекса было направлено инвестиции в основной капитал в размере около 3 миллиардов рублей. Есть те, кто добывает сырье, есть те, кто продает и потребляет, но именно вы своим трудом, своим умом создаете те станки, то оборудование и те все средства производства, с помощью которых существует экономика. Сегодня же свой профессиональный праздник отмечают работники дошкольных учреждений. Главная награда для воспитателей, когда дети здоровы и делают успехи. Воспитанник Чебоксарского детского сада номер 156 победил во всероссийском конкурсе «Уши, ноги и хвосты». Макар Егоров вместе с мамой вылепил сюжет из любимого мультфильма и стал абсолютным чемпионом пластилинового конкурса. С маленьким победителем встретились мои коллеги. Я сделала глазки, носик и губки. И бороду. Я делаю три богатыря. Там злодеи были, они бились там. А злодеи были плохие. А у Алеши Поповича братья есть, они тоже спасают. Тугарин змеи тоже спасают. А злодеи не спасают злые, а злодеи злодеи бьют. Творческая работа мальчика Алеши Поповича «Тугарин змей» признана лучшей среди 16 тысяч композиций. Организатор конкурса – Санкт-Петербургский центр дополнительного образования. Маме Макара о нем рассказали в садике. А так как мальчик с года уже любит лепить, сделать мультяшных героев из пластилина было просто в удовольствие. Понадобилось четыре пачки материала и один день работы. А Макару нравится этот мультик. Он на тот момент, вот он постоянно этот мультик смотрел. Я ему предложила, я говорю, давай слепим из трех богатырей. Он говорит, давай. Согласился. И мы решили сюжет из этого мультика взять. В каких-то моментах он говорит, что я богатырь, мамин защитник. Но он хотел быть космонавтом, хотел быть водителем. То есть пока так. Художником, как мама. Добрый. Очень добрый. Заботливый. О маме заботится, о бабушках. Вот, веселый. Как обычный ребенок. За победу в конкурсе Макара наградили золотой медалью. За высокий уровень педагогического мастерства получила медаль и Ирина Иванова. Воспитатели отмечают, что мама Макара всегда принимает активное участие в жизни садика и группы. У него всегда интересные мысли. Предлагает детям лепить, рисовать интересные сюжеты. Во время занятий тоже сразу видно, что у него даже в семье развиваются вот эти интересы. Мы очень рады, что он стал победителем всероссийского конкурса. Также желаем ему дальнейших успехов. Чтобы он нас также радовал. Еще у нас впереди три года, с ним мы будем работать. Надеемся, что он пойдет дальше и будет выигрывать такие же медали золотые. Сейчас Макар с мамой участвуют уже в другом всероссийском конкурсе «Теплый сентябрь». На этот раз отправили в Москву рисунок «Осенний лес», написанный акварелью. Ирина, хотя и надеется на победу, но все же говорит, ничего не может быть дороже самого процесса творчества вместе с ребенком. Татьяна Трофимова, Андрей Спиридонов, Республика. На землю спустилась небесная дева. Или, как ее еще называют, «Дочь Бога». На сцене Чувашского драмтеатра прошел спектакль Марийского национального театра драмы. «Юманудыр» или «Дочь Бога». Мюзикл по таким названиям чебоксерским зрителям показал Марийский национальный театр драмы. Это древний марийский миф, но на новый лад. Автор помещает современных героев в прошлое. Это премьера прошлого сезона. Надо сказать, что зритель очень полюбил этот спектакль. Для нас это новая работа в таком жанре мюзикла. Ну, надо сказать, что все спектакли у нас музыкальные. Так уж повелось. Эта пьеса написана молодым автором, девушкой Натальей Пушкиной. Это ее первая такая работа в драматургии, надо сказать. Она основана на мифологическом сюжете. Мы решили сделать эту постановку современной. И, скажем так, герои, которые попадают туда, они попадают вроде бы в мифологическое такое пространство. И как-то пытаются сегодняшние вот эти молодые люди, как-то пытаются там, скажем, выжить. И обретают любовь. Главный герой, он влюбляется в юман-видор. И что из этого получается, собственно говоря. Говорят и поют герой на Марийском. Но чтобы понять смысл, язык знать не обязательно. Его раскрывают музыка, танцы и песни. В которой, кстати, сочетаются современный стиль и фольклорный колорит народов Марии. Чтобы воплотить замысел, автору в жизнь была проделана огромная работа. На сцене совместили драматургию и вокал. Поначалу эта задача всем казалась сложной. Репетировали постановку на протяжении нескольких месяцев. Многие песни в мюзикле артисты исполняют вживую. Премьеру соседи чебоксарские зрители оценили по достоинству. Марийский и Чувашский драматические театры сотрудничают давно. Каждый год зрители балуют новыми спектаклями. В ноябре на гастроли в Ишкар-Алу отправятся и наши артисты. Ольга Перочкина, Дмитрий Ковалев, Андрей Спиридонов, Республика. Наш город и далекую теплую Индию разделяют более 4000 километров. Однако есть способ сократить расстояние и совершить путешествия по этой стране чая и специй всего за час. Как? Смотрите в нашем сюжете. Я с вами прощаюсь. Хороших вам выходных. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Представлены на выставке, сделаны исключительно в Индии. Товары, которыми традиционно славится эта далекая экзотическая страна, от шелка до специй. От вас на расстоянии вытянутые руки. Кто-то найдет здесь для себя необычную одежду и обувь. Вот это Кашмир. Очень хорошо, качество и очень красиво. Посмотрите, как это. Это недорого. Ну а кто-то предметы быта, украшения, мебель или просто удивительную атмосферу восточного базара. А может быть даже настоящую сказку. Эта лампа, где живет джин, она поэтому закрыта, потому что он может вылететь. Тереть я тоже не буду, потому что пока желание не загадываю. Кстати, сбыться многие желания могут прямо на выставке. Всегда мечтали об оригинальной татуировке без риска и боли? Будет исполнено. К вашим услугам индийский мастер по росписи хной. Держаться такая красота может около двух недель. Что же, глаза на выставке буквально разбегаются. Впрочем, порадуют товары и другие органы чувств. К примеру, продукты, которые точно не встретить на полках наших магазинов. Самый роскошный рис растет в Индии, в Гималаях. Это уже удивительно. И зовется он рисом басмаки. Что в нем интересного для нас? В этом рисе повышенное содержание амилазы. Амилаза заменяет гормон поджелудочной железы. Единственный вид риса, который могут есть все диабетики в том числе. Он абсолютно идеален для плова, абсолютно идеален для гарнира. И любая хозяйка приготовит рисинка к рисинке. Итак, есть на что посмотреть, что послушать, а еще понюхать. Подходить к павильонам с косметикой, эфирными маслами и духами нужно с осторожностью. Ведь оторваться от прилавка с такими драгоценностями очень непросто. 100% натуральный. Это дерево. Очень приятно. Конечно, передать ароматы через экран телевизора невозможно. Впрочем, вы еще успеете ощутить их сами. Выставка продлится до 6 октября. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин